Вот насчет военных. Я, честно говоря, был изумлен количеством предателей, скажем так, именно в военной среде людей, которые просто про присягу забыли. Для вас, как человека, который из этой системы, изнутри знал, это было понятно и объяснимо, почему так много людей вообще забыли, что они давали присягу? Я ни за что не соглашусь с утверждением, что все бинты продажны. Согласен с вами, тоже массово. Но беда заключается в том, что в определенный срок времени, когда в популяции 1% коричневой субстанции, ее не видно, мы ее воспринимаем очень адекватно. Бывает, когда и бывает 10. Остальные 90 пашут. Остальные 90, и чиновники все не такие же. Огромный пласт людей, которые просто работают за зарплату. Не существует возможности, если бы у нас на каждом месте можно было воровать. Вы знаете, в таком случае, я говорю, великая страна, которая может выдержать вот это воровство. У меня периодически возникают внутри моих компаний, возникают, я говорю, Герман, тебя воруют. Я говорю, это здорово. Мне говорят, почему? Я говорю, понимаете, значит, мы это зарабатываем. Еще раз, это значит, мы это зарабатываем. Это же вопрос, ведь беда заключается в том, что когда начинают обвинять, что чиновники вывезли, или бизнесмены вывезли из России триллионы, если вот развернулся за сторону, получается, просто останови, и тогда этот триллион здесь останется. Беда заключается в том, что это не совсем так. Так вот, с военными та же самая история. То, что мы видим, я сам знаю много разных историй. И переходили в бандиты, и переходили, меняли страны, и меняли еще что-то. Мне кажется, мы все время забываем, что там внизу сидят миллион человек, кадровых офицеров, которые плавают в море, которые на кораблях плавают. Еще что-то. То есть, другой вопрос, что в какой-то момент времени появляется спрос общества, который поддерживается и журналистами тоже. Потому что это горячая тема. Это то, что никогда не было. Это вообще сакральная тема. Почему тема всплывает в военных регуляторах? Потому что когда-то у нас всех долбили в голову, что военные – это честь, достоинство, фильм «Офицеры». То есть, еще что-то, еще что-то. Это стереотип у нас живет. И когда мы вдруг видим обратную сторону, это прямо настолько резонирует, что на тело мы начинаем педалировать. Раз, педалируем, два, ну и пока она живет. Живет она долго. Неожиданно. Сложный вопрос был по патриотизму. Потому что вокруг этого бьются оселком все. И все время вокруг этого приходится то, что я ожидал услышать. Я ожидал услышать вторую историю примерно как про патриотов.